Претензия? То, что ваш коллега, вместо того, чтобы вызвать полицию, он предупреждает нарушителей. После того, когда я подошел сюда, я начал фиксировать нарушителей, которые припарковались в парковой зоне. Объясняю. Парковая зона, висит кирпич, проезд сюда запрещен. Припаркованные две машины были, одна уже уехала. Другой еще хотел заехать, а начался диалог. Подошел ваш сотрудник, сказал, что сюда заезд запрещен. Человек развернулся. Потом он подошел к этим двум машинам, сейчас одна осталась. Вместо того, чтобы он, естественно, вызвал полицию до того, как я здесь появился, он просто начал смотреть, есть ли номера телефонов, чтобы предупредить нарушителя, чтобы они машину убрали, потому что сейчас будет полиция работать и штрафы будут выносить. Я фиксировал это все. Я все фиксировал. Еще раз говорю, я фиксировал все на телефон, как он подходил, что он делал, как он начал вокруг машин крутиться, искать номера телефонов. Потом он начал мне говорить, а что ты меня снимаешь, я тебе запрещаю, не фиксируй меня. Я говорю, мы в публичном месте, вы на госслужбе, имею полное право произвести видеофиксацию. Вызвали полицию? Да, конечно, вот полиция. Вот полиция, да, конечно. А то, что вместо того, чтобы сам он вызвал полицию, он предупредил нарушителя, это уже другой вопрос. У человека другие задачи. Его задача, в первую очередь, следить за порядком и нарушителей не предупреждать, а их задерживать. Вы читаете закон? Или вызывать полицию. Вы читаете закон? Конечно, я знаю закон обязанности карабинерной службы, следить за порядком. Вы читали этот закон? Да, конечно. Есть и закон, что предупреждение идет. У нас нет предупреждения. Нету такого. У нас за административное правонарушение выносится штраф. У нас нет предупреждения. То есть, если я буду здесь сейчас распивать алкоголь, это штраф автоматически, это без предупреждений. Поняли? Я тоже все понял. Вот он, карабинер, пожаловался своему начальству, он даже вызвал, говорит, что меня здесь фиксировали. И вот они пришли выяснять отношения. Вместо того, чтобы подсчитывать своего сотрудника, который нарушает закон, вы сидите мне сейчас мораль, читайте ненужную. Вы провели бы беседу с вашим сотрудником, как он должен себя вести и действовать. Просто обнаглели, блин. Удивляют меня такие карабинеры, блин. И сразу пошли на опережение к сотрудникам полиции. Вызвал я полицию, а они что-то с полицией общаются. Удивляют меня карабинеры. Добрый день. И Христос воскрес. Это я вызвал полицию. Здесь были две машины припаркованные. Одну, естественно, предупредили. Карабинер, чтобы она уехала отсюда, чтобы штраф им не вынесли. А другая машина стоит без номера. Связи. Это у нас парковая зона, кирпич. Проезд запрещен. Я понял, а я убью. Вы бы вашему сотруднику карабинерной службы объяснили бы закон и порядок, что у нас видеофиксация не запрещена. Тем более, если сотрудник находится на госслужбе. И вместо того, чтобы предупреждать нарушителей, он был обязан вызвать полицию. А не предупреждать их, чтобы они отсюда сбежали и штраф не получили. И не запрещать мне, не фиксируй меня, я не хочу, не имеешь права. Походу, будет вызван эвакуатор на данную машину. Ну, а карабинером дизлайк полный, отсутствие знания законов. Вроде бы служат, а чему служат, так и непонятно. Да, вы понимаете, знак кирпич. У нас так можно войти в положение, проехать на красный свет, сбить пешехода на пешеходном переходе. У нас в положении уже, знаете, сколько ДТП с начала года произошло? Почти что 50. С частью пешеходов на тротуарх и на пешеходных переходах. И около 9 уже со смертельным исходом. Последняя девочка, вот вы понимаете, это войти в положение называется. Если так входить в положение, то у нас будет бардак на дороге. Последняя девочка, вы про троллейбус? Да, да, да. Кто там, кому вошел в положение? Я говорю, вы вообще, говорит, надо входить в положение. Нет, я говорю, может быть, ребята хотели бы идти в положение человека, потому что праздники как бы предупредили. Да, ну а что, человек не знает, что есть кирпич? То есть так можно войти в положение, предупредить, можно предупредить вора о том, что это нехорошо и не наказать его. Можно предупредить все, что угодно и сойтись на то, что ну давайте по-человечески. Ну это как-то ненормально. Карабинерная служба вам вообще-то помогает следить за порядком. Их и напрямая обязанность следить за порядком, правильно? И вместо того, чтобы они вызвали полицию, они быстренько прибежали и предупредили. И после того, когда я здесь появился, начал фиксацию производить. Он не сразу сюда пришел, он увидел у меня конфликт. Конфликт здесь, инвалид хотел въехать так же здесь, развернуться на парковой зоне, он только после этого сюда подошел. Почему вот он до этого не выполнил свои премии и обязанности? Он же на посту здесь. Не проблема найти вторую машину и привлечь водителя. Так он перепрековался сейчас наверх. У меня тем более есть видеофиксация. Я даже есть диалог с водителем. Ну а карабинерная служба очень-таки некрасиво повела себя. Еще я и запрещал мне его фиксировать. Вот вызывает манипулятор на данную машину. Ну, сотрудникам полиции респект за адекватность. А вот карабинерам это нехорошо, они себя повели. Вместо того, чтобы своему сотруднику объяснить, что он не прав и что есть закон, который надо соблюдать и исполнять. И сотрудники полиции, как всегда, у нас обратно начинают. Надо входить в человеческое положение. Ну, вопрос. Если так входить в человеческое положение каждый раз, при каждом административном нарушении, у нас начнется на тротуарах и на дорогах хаос полный будет. Не так у нас уже сейчас хаос частично творится, блин. На проезжей части, на пешеходных переходах, пешеходам не предоставляют приоритет. На тротуарах давят. Ну и все того. Потому что у нас кое-кто сходится на человеческий фактор. Надо поступать по-человечески, вводить в человеческое понимание. Что очень-таки ненормально.